Что касается возможного обхода санкций, то Казахстан однозначно заявил о том, что будет следовать санкционному режиму. И каких-либо опасений немецкой стороны в отношении возможных действий, направленных на то, чтобы обойти санкционный режим, мне кажется, не должно быть. Казахстан учит Россию, как ей осуществлять свою внешнюю политику, вас ничего не смущает. Российские имперцы получили новый удар в спину. Президент Казахстана Такаев встретился с канцлером Германии Шольцем и на этой встрече заявил, что Казахстан будет поддерживать санкции против России, а также призвал к перемирию в Украине. Казахстан однозначно заявил о том, что он будет следовать санкционному режиму. Из-за этого у сотрудников государственной пропаганды началась настоящая истерика, и они стали привычно угрожать Казахстану и намекать, что он станет следующим после Украины. Особенно, как обычно, отличились сотрудники телеканала Соловьева, где на казахов накинулся телеведущий Сергей Мардан, который обвинил Казахстан в предательстве. По какой-то причине президент Казахстана Такаев обсуждал с канцлером Германии Россию и Украину. Российскую пропаганду возмутил сам факт того, что Казахстан посмел иметь свою собственную внешнюю политику и проводить какие-то международные встречи по своему усмотрению. Ведь в понимании российского руководства Казахстан это такая российская колония, которая обязана прислуживать Кремлю и согласовывать с ним все свои действия. Поэтому пропагандист Мардан стал прямо оскорблять лидера Казахстана Такаева и заявил, что Такаев вообще никто, чтобы обсуждать Россию с кем бы то ни было. А с чего вдруг-то наш стратегический союзник решил с одним из наших стратегических противников, врагов, обсуждать наши дела? Кто-то такой, чтобы про наши дела на людях разговаривать, хотя Шольц это не люди. Шольц это враг. И потом эти же люди, которые вот так открыто оскорбляют своих официальных союзников, искренне не могут понять, почему же эти союзники от России бегут и не хотят больше иметь с ней ничего общего. И все тот же пропагандист Мардан искренне удивляется, почему же в Казахстане растут антироссийские настроения. Казахстан учит Россию, как ей осуществлять свою внешнюю политику, вас ничего не смущает? Посмотрите, с каким презрением он это произносит. Как посмел какой-то там Казахстан учить нас, великих россиян? То есть российская пропаганда практически открыто дает понять, что Россия считает одного из своих ключевых союзников каким-то неполноценным второсортным государством, которое не имеет права на свое мнение и на свою собственную независимую внешнюю политику. Никаких союзных отношений, мне кажется, тут нет. Ну, видимо, это как-то связано с постоянными оскорблениями и угрозами, которые российские политики, российские ведущие озвучивают в адрес Казахстана. Есть какие-то томления по поводу Северного Казахстана, где они активно избавляются от русских названий и меняют их на казахские даже в русских городах. Ну и, конечно же, не обошлось без рассказов о притеснениях русскоязычного населения в Северном Казахстане, где местные власти подумать только, посмели менять таблички с колониальными названиями на местные казахские таблички на казахском языке. Ну, просто ужасно, представляете? Таблички на казахском языке в Казахстане. Ну, это просто невероятный фашизм. Ну, и дальше в этом эфире стали звучать уже открытые угрозы не только в адрес Казахстана, но и вообще в адрес всех соседей России, которым Мордан пригрозил судьбой Украины. 30 сентября, день воссоединения новых регионов с Россией. С трепетом, я думаю, этот день будут отмечать не только на остатках Украины, но кое-где еще. Вы же понимаете, то есть список-то не закончен. И все понимают, что этот список не закончен. Ну, то есть уже даже никто не утруждает себя придумыванием всякой бредятины про американские биолаборатории, про какую-то демилитаризацию Украины, а прямым текстом просто говорят, да, мы захватили несколько областей Украины, и на этом мы не собираемся останавливаться, другим соседям России тоже приготовиться. Да, конечно. Это ревизия итогов 1991 года. Как ни назови, вот присваивай совершенно любые определения. Вот самые обтекаемые, самые ничего не значащие, или наоборот многозначащие. Назови это хоть деноцификацией, хоть демилитаризацией. Самое поразительное, что они даже уже не пытаются ничего скрыть, а открытым текстом прямо говорят, что все эти россказни про демилитаризацию и деноцификацию просто вранье для отвода глаз. А реальная цель России это реванш за 1991 год. То есть фактически пересмотр границ, которые образовались после распада Советского Союза. Таким образом, Россия прямо говорит, что дело не в Украине. Мы в принципе собираемся забирать территории у всех соседних с нами государств. И понятное дело, что как раз таки Казахстан здесь в первых рядах, потому что не зря они все время вспоминают про этот Северный Казахстан. И постоянно на российском телевидении звучит, что это исторические российские земли, которые Россия тоже однажды вернет. То, что они называют воссоздание Советского Союза. Ну вот когда они говорят, типа, Путин хочет восстановить Советский Союз. Какого Советского Союза? Окститесь. У нас помимо Советского Союза можно еще отмотать лет на 800 вглубь. И вам легче от этого не станет, вам станет еще хуже. Когда вдруг вы осознаете, что речь идет о воссоздании русского государства, речь идет о воссоздании Российской империи. Вот про что праздник 30 сентября. Причем эти имперцы прямо-таки, снова говорю, открытым текстом говорят, что они даже не собираются ограничиваться постсоветским пространством. А их цель восстановить империю, там, Российскую империю, это фактически означает, что они выдвигают претензии и Китаю, часть территории которого контролировалась когда-то Российской империей, и Финляндии, и Польши. То есть это очень серьезная история. Фактически они говорят о том, что их цель идентична гитлеризму. Гитлер тоже когда-то начинал с такого реваншизма, с пересмотра границ, с возвращения каких-то исторических, там, немецких земель, в кавычках. И здесь мы видим то же самое. Один в один. То есть пока Путин врет, что у него нет цели восстановить империю, он был просто вынужден начать СВО, потому что его вынудили. Да, Россию угрожали. Его же рупор и пропаганды говорят, да нет, все это бред, никакая не демилитаризация, дело вообще не в Украине. Дело в том, что мы просто ведем захватнические войны. Мы захотели взять реванш за 91-й год, пересмотреть границы, и мы собираемся отторгать территории наших соседней. Мы хотим захватить соседние государства и восстановить империю. И все это они говорят открыто, подчеркиваю. Нам не надо ничего придумывать, что-то сочинять, додумывать. Вот все, прямо открытым текстом, они же признаются, что вот эти все удары по Украине, стертые с лица земли города Донбасса, миллионы людей, страдания миллионов людей, которые потеряли свои дома, были изгнаны или вообще погибли, это все не потому, что Россию угрожали или Россию вынудили, а потому что Россия просто захотела захватить еще немного территории соседних государств. Они просто ведут захватническую войну и даже этого не скрывают. И наша цель доводить это до как можно большего количества людей. Вот это должны везде видеть, вот это должны везде слышать. Поэтому обязательно делитесь этой информацией. Оставляйте сейчас комментарии, лайки к видео, оно получит больше охват, больше просмотров, больше людей увидят, что происходит. Ну и, конечно же, подписывайтесь на канал, если не подписаны, это тоже очень важно. Украинская армия, вот оно, доказательство полностью уничтожено. Прямо сейчас мы перемалываем Североатлантический альянс. Британцы являются основными, скажем так, кураторами этого мероприятия. Дойти до Львова, ну, не такая большая задача, проблема. Не такая большая. Мы, слушайте, мы Белоруссию там, по-моему, за два месяца, за полтора месяца все освободили, Великую Отечественную войну. Ну и здесь то же самое. Кто это делает и кто планирует? Конечно, это Британия. Вот тут, пожалуйста, не сомневайтесь в этом. Нарратив о том, что Россия воюет со всем блоком НАТО, начал доминировать в эфирах Рост и Бест с того времени, когда вторая армия мира получила звезделей под Киевом, Черниговом и Сумщиной. Украинская армия, вот оно, доказательство полностью уничтожено. Прямо сейчас мы перемалываем Североатлантический альянс. Итак, в феврале мы отлично начали. Как вы видите, взяли существенную территорию. В марте продолжили. А дальше главные потери нами, наших достижений, относятся к концу марта, начало апреля 2022 года. Что же это были за потери? Какие такие военные действия к этому привели? Ну, конечно, жест доброй воли. На этот момент мы контролировали на первом этапе до жеста, ну, скажем так. Мы контролировали, освободили 104 тысячи квадратных километров. Это 16% от общей площади Украины. За счет жеста доброй воли мы вывели свои войска из Киевской, это 5750 квадратных километров, которые мы контролировали, Сумской 2780, Харьковской 1480. То есть жест доброй воли, который был от 23.03 до 2.04, привел к главным приобретениям территории украинской стороной. То есть главное, что они получили, было не военным путем. Конечно же, не военным путем. Это же все жест доброй воли. Вот просто так Россия захотела сначала зайти на нашу территорию, оккупировать, а потом вдруг ничего, просто выйти, да? Ну, вот так, конечно же, без военных. Ну, какие военные? Украинской армии не существует. Потом тяжелое решение Харьковской области. Это было тяжелое решение. Потом оставление Херсона. Это было реально очень болезненно. Потому что наши армии воюют блестяще. Потому что сравнивать надо сравнимое. В истории последних 60 лет войска НАТО нигде не сталкивались хотя бы с относительным противодействием равных технологических систем. Они не сталкивались со страной, за которой бы встала вся мощь 50 стран мира, которые бы напичкали оружием. Они не сталкивались с страной, которая 8 лет по всем западным технологиям пичкали фортификационными сооружениями, заливали бетоном, создавая мощнейшую сеть укрепрайонов. С аналогичной по количеству армии, которую они бы разбирали в численном меньшинстве. Россия воюет с НАТО. Конечно же, ну конечно же, Россия воюет с НАТО. И вот 8 лет мы здесь готовились все к войне с Россией, залили все бетоном, чтобы армия оккупантов не зашла. Но что-то не получилось. Но вот понимая, что таких панических перегруппировок или тактических маневров или жестов доброй воли будет много, пропагандисты и решили подготовить людей к поражению. Потому что проиграть Альянсу не так уж и позорно. Поэтому, когда вы услышите о британских наемниках в Крыму, не удивляйтесь. Месяц назад британцы заявили, что мы финально уже подготовили 5000 морских пехотинцев Украины у себя. И они скоро будут готовы к совершению каких-то очень резких и красивых акций. Поэтому я не исключаю, что они готовят. Это один из факторов. Высадку в Крым, понятно, она будет в один конец, они уничтожат. Но им нужна яркая какая-то акция. Британцы являются основными, скажем так, кураторами этого мероприятия. Если вы посмотрите события последних нескольких месяцев, или даже нескольких недель, вы увидите действительно очень серьезное обострение на крымском направлении. Ракетные удары, прощупывание с помощью вот этих вот отдельных попыток десантных высадок. Удары посредством ПВО, тот же самый удар по Черноморской полуштабу Черноморского флота. Это же не просто так. И, конечно же, ведущими в этой истории являются британцы. У них действительно мощный морской спецназ. Можно тогда, ну, мне просто интересно, раз вы оба так сейчас подробно про все это рассказываете, вот это, ну, назовем ее так, крымская операция, да, она у них как разрабатывается в их головах? Это украинские ВСУ продумывает план, что-то вроде вот контрнаступа, который мы видим. Или это сидят в Лондоне какие-то там стратегии военные, они там это все расписывают. Вот, Андрей Юрьевич, что вы проявляете? Смотрите, был базовый план, начало контрнаступа. Он теперь уже достаточно очевиден. Это прорыв к Азовскому побережью, это блокирование, не захват, а блокирование Токмака, Бердянска и потенциально Мелитополя. И это выход тоже на крымское направление. Крым в любом случае становился финальным объектом. Он сорвался. Они застряли в Работино, в Пятихатках застряли, не получились отвлекающие удары на Бахмутском направлении, не получилось, десант не получился на Херсонском. И в таком случае происходит корректировка планов, коррекции планов стратегических. Мне просто интересно, кто эту корректировку проводит? Ну, естественно, представители штаба НАТО и, естественно, руководство ВСУ. Относительно корректировки. Так здесь даже корректировать ничего не нужно. Штаб Черноморского флота – законная военная цель. Это же очевидно. Об этом говорит даже полковник Ходоренок. И он очень в последнее время разочарован в российской армии. Но ведь есть какие-то самые элементарные меры предосторожности. Если проводится, например, совещание, то не надо его проводить в каком-то историческом здании, правильно? Которое хорошо известно противнику. Потому что все эти точки, они же известны, можно сказать, пристрелены. На него не надо собираться, например, кавалькады служебных машин. Но все, в общем-то, эти приемы известны. И чаще менять пункты управления, узлы связи. ЗКП. Всем переезжать в ЗКП. Закрытый командный пункт, правильно? Это запасной вообще-то. ЗКП, кстати, вам тоже не помогло. Ибо сначала уничтожили его, а затем и основной штаб Черноморского флота. А что касается морских пехотинцев, которых обучает Британия, то сейчас я вам открою еще одну тайну. Вы готовы? Предупреждаю, будет просто очень тревожно. Недавно была информация, что британские войска готовят элитную украинскую бригаду спецназовцев, чтобы деоккупировать Крым до Рождества. Прошла информация о том, что Британия готовит 2000 спецназовцев украинских для высадки в Крыму. Конечно, пошла реакция такая достаточно озабоченная у нас, особенно кто в крымские СМИ и так далее. Но давайте уже вернемся чуть-чуть в прошлое. Зеленский уже должен в Ялте, соответственно, ноги мочить, Губанов должен загорать в Крыму. Ничего этого не произошло. Оборона медленна падения. Вы тоже народу населения не расслабляйте. Тот самый Буданов, про которого вы шутите на тему похода на Крым, уже стал организатором трех терактов, довольно успешных, на Крымском мосту. Поэтому рассуждать на тему его недееспособности, наверное, не приходится. И к сообщениям из Лондона официального тоже надо отнестись максимально серьезно. 2000 спецназовцев готовятся для того, чтобы захватить полуостров к 25-му, как заявлено, декабрю. Максимально серьезно. Не расслабляйтесь, говорит Скобеева. Действительно. И снова россиянам тревожно. Хотя, если честно, я не понимаю, почему. Вы же до сих пор непобедимая армия. Готова взять Киев, Львов и Вашингтон. Или я что-то не так поняла? Украину мы все равно ее заберем. Ну, кто там будет? Ну, кто против нас вообще что-то там еще и Северная Корея примкнет? Кто там что-то может сказать вообще от Японии до Лиссабона? Вот это вот правда. Вообще все будет тишина. И для Америки это будет большая проблема. Дойти до Львова, ну, не такая большая проблема. Не такая большая. Мы, слушайте, Белоруссию там, по-моему, за два месяца, за полтора месяца все освободили в Великую Отечественную войну. Ну, и здесь то же самое. 1 октября. Дойти до Львова не проблема. Так а почему об этом только языками чешут? Условный шатдаун. До 13 октября американские военные не получают зарплату. У нас есть две недели, чтобы взять Вашингтон. Ну, я сомневаюсь, что если за две недели много чего не взяли, святый с Вашингтон возьмут. Но вопрос в другом случается. Нет, это не так работает. Берется один. Черт побери. Поэтому надо погрузиться немного. Берется еще можно. Хотя мы видели там в американских казармах плесень. Ужас. А у нас плесени нет в казармах. Возможно, нас ждут эти люди. Русская армия оказалась настолько сильной, что не используя призывников, не используя молодых, используя исключительно контрактников и добровольцев, объявив один раз частичную мобилизацию, опять же, где были призваны люди, до этого служившие в армии, то есть не молодежь мобилизованная. По большому счету добровольческой армии, что очень важно. То есть армия, где большинство составляют добровольцы. Потому что, по своей сути, контрактник тоже доброволец. Наша армия разобрала миллионную армию Украины, уничтожив ее профессиональный костяк. И уничтожила, сколько, шесть или семь волн мобилизации. Самая сильная армия добровольцев. Кстати, Соловьев, Скобеева и Шойгу, и Медведева, они до сих пор продолжают рассказывать басни, что умирать на войну в Украину россияне идут добровольно. И что, вроде бы, срочников никто в Украину не отправляет и не отправит. Министр обороны сообщил, что с начала этого года на военную службу по контракту добровольцами уже вступили более 335 тысяч человек. Ну, то есть цифра растет. Только в сентябре контракт заключили еще более 50 тысяч солдат. Министр сказал, что численность вооруженных сил является достаточной для выполнения задачи СВО. Несколько слов о восемьейной призывной кампании, которая стартовала 1 октября. В соответствии с указом президента призыву на военную службу подлежат 130 тысяч человек. Обращаю внимание, что все призывники, в том числе из новых регионов, в зону боевых действий направляться не будут. В зону боевых действий направляться не будут. Но тут хочется напомнить, что 24 февраля оккупантам тоже говорили, что ничего не происходит. Вы просто все едете на учения. Поэтому вполне вероятно, что и срочников вскоре используют как пушечное мясо. Объясните мне, пожалуйста, и хватит вот этого заламывания рук. Почему наши срочники не имеют возможности принимать участие в боевых действиях? Они не готовы хорошо, а через полгода они готовы. Единственная армия в мире, нахождение в которой сроченько подразумевает, что он не будет участвовать в боевых действиях, это о чем? Это вообще как понять? То есть если ты хочешь, чтобы тебя война не коснулась, иди служить в армию, но это шизофрения, на мой взгляд. Ах, что скажут матери? Матери скажут, что их сын выполняет священный долг. Ну вот, вот и очевидно, что всех отправят на войну в Украину. Я имею в виду россиян. И, кстати, Соловьев, он вообще говорит о том, что, возможно, нужно будет мобилизовать 3 миллиона, или даже 30. А еще его очень сильно беспокоит будущее России. Мне просто что понять, опять до Москвы? Мне просто что понять, если что, опять до Сталинграда? Или, может быть, сейчас уже надо четко и ясно говорить, что, ребята, надо там не 3 тысячи, не 30 тысяч, не 300 тысяч, а, может быть, 3 миллиона. А, может быть, каждый пятый, может быть, 30 миллионов. Я не знаю, сколько надо для победы, я просто знаю, что если будет поражение, то не будет России. Ни в каком плане России не будет. Ни ее великой истории, ни культуры, нас с вами не будет. Правильно все говоришь, Соловьев. Именно такая судьба и ждет Россию. Да и ты сам все это прекрасно понимаешь. Не поддавайтесь враждебной пропаганде. Соблюдайте информационную гигиену и доверяйте только официальным источникам информации. Это был Осторожно, Зомбоящик. Смотрите нас и распространяйте это видео, чтобы больше людей уберегли себя от кремлевских фейков. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok